С короткими новостями вас сегодня познакомит Гамзат Нурмагомедов. Четыре жительницы Чечни утонули в Каспийском море. Девочки 5 и 9 лет и их матери утонули в море близ города Избербаш. Женщины пытались спасти своих детей и тоже утонули. Тела взрослых обнаружены, поиски детей продолжаются. МЧС Дагестана объявила экстренное предупреждение в связи с чрезвычайной пожароопасностью. В период с 19 по 21 июля в низменных районах Дагестана прогнозируется пожароопасность пятого класса. В связи с этим МЧС просит дагестанцев не разжигать костров и воздержаться от посещения пожароопасных участков. Дагестан представил серийный образец сверхлегкого самолета на МАКС-2017. Свою продукцию на нем представили более 650 российских и зарубежных компаний. Дагестанский завод на авиасалоне представил нового четырехместного сверхлегкого самолета МАЯ-411. Махачкалинцы будут платить за услуги ЖКХ одной квитанции. Обновленная квитанция стала более объемной и прежде всего информативной. Квитанция будет нести информацию о плательщике, реквизиты получателя платежа, расчеты размера платы за коммунальные услуги. В первую очередь в документ будут включены услуги по электроснабжению, газоснабжению, вызову ТБО и взносам за капремонт. Обновленную платежку махачкалинцы получат уже в августе.